В последнее время участились случаи создания фейковых страниц российских загранучреждений в социальных сетях, в частности в Фейсбуке. Такого рода фальшивые страницы появились у наших посольств Чехии и Словакии. С этих страниц распространяются провокационные, вводящие в заблуждение пользователей социальных сетей материалы. Мало того, они написаны, естественно, на резонансные темы, на темы, к которым привлечено повышенное внимание пользователей. Мы не могли не заметить, что профессиональный уровень ведения этих лжеаккаунтов весьма высок. Но, к сожалению, не это подвигло меня сегодня обратиться к этому вопросу, потому что это только начало истории. Самое интересное, как всегда, у нас впереди. Так вот, вместо того, чтобы после соответствующих обращений заблокировать лжестраницы администрации, модераторы, сделали всё наоборот. Социальная сеть Facebook заблокировала официальную страницу посольства России в Словакии, сохранив при этом поддельный аккаунт, созданный, можно сказать, такими неизвестными киберзлоумышленниками. Мы расцениваем эти действия как очередную часть информационной атаки на нашу страну. Это к вопросу о хакерах, к вопросу о влиянии, об информационной агрессии, о информационных войнах, провокациях и так далее. Появление таких фейковых страниц мы рассматриваем в контексте нового витка информационной агрессии именно с Запада. Мы призываем, во-первых, пользователей быть бдительными не только в отношении информации, которая распространяется через аккаунты не только российских посольств, но и российских госструктур, но просто быть бдительными, потому что как и вы, так и ваши компании, если вы представители бизнеса и представляете какие-то бизнес-структуры, точно так же могут дублироваться, и пользователи, в частности, могут вводиться в заблуждение. Поэтому такая же участь может постичь многих пользователей. И, учитывая, что в России нет представительства Фейсбука, Министерство иностранных дел России направило все материалы по вышеперечисленным фактам в Роскомнадзор. Неоднократно ставили этот вопрос перед американскими коллегами, перед посольством США в Москве с просьбой дать какие-то прямые контакты, чтобы посодействовать налаживанию диалога российской стороны с одной из крупнейших компаний, уж точно в киберсреде американской, ставили этот вопрос неоднократно. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что, борясь якобы с распространением фейковой информации, в частности, компания Фейсбук, вольно или невольно, я думаю, что с этим только придется разбираться, только начнут с этим разбираться, но вольно или невольно становится инструментом распространения как раз-таки фейковых новостей. И если Соединенные Штаты, и в частности Госдепартамент США, столько сил, денег и возможностей тратит на борьбу с фейками, начните с себя, со своей собственной компанией, посмотрите, что происходит. Этого не может быть, чтобы блокировался официальный аккаунт посольства, и при этом фейковый аккаунт продолжал прекрасно себя чувствовать. Значит, что-то там надо подправить, нужно создать какой-то канал связи, ведь речь идет не просто об аккаунте человека или компании, хотя, еще раз говорю, я прекрасно понимаю, насколько обычным пользователям или представителям компаний неприятно, когда тиражируются их страницы вот таким фейковым способом. Ведь речь идет о аккаунтах официальных структур. Посмотрите, как часто происходят в Европе туристические акты. Для многих пользователей социальных сетей именно аккаунты наших посольств становится площадкой или становится источником достоверной и оперативно распространяемой информации, где можно найти контакты посольства, где можно оставить комментарии и так далее. Это вопрос в том числе и безопасности. Уже не говорю про информационную безопасность, но и в принципе безопасности. Вот поэтому не могли не привлечь внимание как Ваша, так и Роскомнадзора.